Немцы и чуть в тяжелом вооружении построились клином, или так называемой свиньей. Это была страшная свинья для слабых духом войск. Снаружи были конные рыцари, а внутри свиньи располагались пешие воины, или кнефты. Свинья своим острым клином разрезала вражеское войско пополам, и затем начиналось избиение. Но воины Александра Невского готовы были лечь косьми, но не посрамить земли русской. 5 апреля 1242 года. Ледовое побоище или битва на Чудском озере. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две позиции, ставшие классическими в русских шашках, в которых одна из сторон строится так называемой свиньей или клином, а другая сторона успешно окружает этот центр. Первая позиция возникла впервые в партии Бакуменко-Митков. Белыми играл мастер Бакуменко. Видите, выстроился так называемой свиньей или клином, и белые атакуют ходом Ба-3. В черных единственный ход Еф-6, и белые пытаются разрезать силы черных пополам. Им это удается. После вынужденного размена назад другого у черных нет. Белые неожиданно жертвуют шашку. Черным приходится бить только на поле С5. И затем белые нападают сразу же на две шашки черных. Черным приходится закрываться, и белые снова нападают на две шашки. Кажется, что поражение черных неизбежно, но мастер Митков предусмотрел здесь спасительную контркомбинацию, или так называемую присоску. Черные неожиданно играют Аж-3, ну и белым приходится бить только в эту сторону, иначе они проиграют. Затем черные играют Де-5, белые бьют, и черные попадают в дамки. Ну и в этой позиции уже белым надо быть внимательными и играть осторожно. Лучше всего ставить дамку на поле Д8, ну и у черных есть два хода. Если черные нападают на шашку Ф6, тогда белые временно жертвуют эту шашку, и затем нападают на шашку С5. Ну и если черные, допустим, закрываются дамкой, а другого хода на выигрыш нет, тогда белые отдают шашку вторую и бьют на любое поле Е3 или Ф2, без разницы, и достигают ничьей. Черные здесь победить не могут. Если же черные в этой позиции играют дамкой на поле А5, тогда белые играют Е4. Ну и у черных есть два хода. Если они нападают дамкой на поле Ф6, тогда снова нападаем дамкой на поле Б6. После разменов белые легко достигают ничьей. Если же черные нападают дамкой с поля Д2, тогда уже здесь снова есть присоска. Видите, у белых нет хорошего выжидательного хода, но есть присоска. То есть, играем смелое в Ж7, ну и у черным остается бить только дамкой на поле А6. Этот бой уже проигрывает. То есть, белые сыграют дамкой на поле А4, черные побьют шашку, и белые побьют дамку и шашку с легким выигрышем. Поэтому черным приходится бить дамкой на А6. И видите, белая шашка на поле Ж7 как будто зашла в своеобразные ворота. Ставим вторую дамку, ну и партия заканчивается ничьей. Вторая позиция впервые возникла в партии двух гроссмейстеров. Белыми играл Зиновий Городецкий. Гроссмейстер, известный своим феноменальным расчетом и отличной игрой в окончаниях. А черными играл гроссмейстер Вениамин Городецкий, известный своей пропагандой шашек. Был выдающийся пропагандист, популяризатор шашечной игры. Ну и в этой позиции ход черных. Гроссмейстер Городецкий сыграл неточное в Ж5 и отдал большое преимущество черным. Но можно было еще посопротивляться ходом ФЕ7 с более-менее равной игрой. Конечно, у белых приятнее, но здесь можно было побороться еще. Были, скажем так, контр-шансы. А вот после хода ФЖ5, белые уже ходом ФЕ5, видите, разрезают позицию черных пополам. Ну и черным остается играть только ФЕ7, единственный ход. Далее в партии игросмейстер Цирик разменялся назад. Ну и у черных остается снова единственный ход, только двойной размен. Позиция еще ничейная, но здесь есть тонкая ловушка, в которую и попался гроссмейстер Рвениамин Городецкий. Белые сыграли ЖФ2 и в этой позиции черные сыграли ФЕ7. Этот ход уже проигрывает. Потом рассмотрим, как можно было достичь ничей. Белые атакуют ходом ФЖ3. Черные защищаются. ЕД6 единственный ход. И белые играют ДЕ3. Грозят напасть на шашку, поэтому приходится играть ЖФ4. И здесь есть неожиданное решение за белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют СБ4. Непонятный ход сначала. То есть кажется, что белые проигрывают шашку. Черные нападают и белые закрываются. Черные играют СБ6. Ну и белые остаются без шашки. Но здесь неожиданная жертва ходом ДЕ5. И затем ЖФ2 приносит победу белым. Несмотря на отсутствие шашки, белые легко побеждают. Именно так и закончилась партия. А ничья все-таки еще была возможна. Вместо хода ФЕ7 черным надо было пойти БА5. И здесь возможен следующий вариант. ФЖ3, СД6. Белые нападают и белым черным надо играть только так. Этот размен уже проигрывает. Так как белые побьют на поле Ф6. И затем займут поле С5. Легко выигрывают. Поэтому приходится играть ЖФ4. Ну и после того, как белые заходят в так называемые любки. То есть, видите, называется Бей любую любки. Черные играют ФЖ3. Жертвуют шашку и играют именно ЖФ2. Тут ЖФ2, естественно, нельзя из-за простого ДЕ3. Играем ЖФ2. Ну и здесь еще были шансы на ничью. То есть, шашки белых, видите, расположены в центре. В начале, в середине партии выгодно располагать шашки в центре. Но в конце партии они подвержены атаке. Поэтому здесь черные все-таки могли достичь ничьей. Самый сильный ход в этой позиции все-таки ФЕ7. Ну и у белых есть несколько атак. Есть 4 хода. Размен ФЖ3, ход ФЕ5, БА3 и ход ФЖ5. Давайте рассмотрим все. После размена назад черным лучше всего не играть, не делать ход ФЖ5. Потому что после хода ФЕ5 снова придется делать двойной размен. И все сводится к тем вариантам, которые мы уже рассматривали выше. Там у белых огромное преимущество. Поэтому в этой позиции проще всего сыграть СД6. Ну и здесь у белых есть два варианта ответа. БА3 здесь сразу же ведет к ничьей. То есть, бьем на поле В4. И белым приходится бить на поле С7. С равной позицией. А в другую сторону бить нельзя. Здесь, то есть на поле С5, это уже проигрывает даже. Как раз вот контр-шансы. То есть, отдаем шашку, затем вторую. Проводим такую мини-комбинацию. Затем перебиваемся. И бьем на поле В2. И белые не успевают пройти в дамки и проигрывают. Если же в этой позиции белые не играют БА3, а играют, допустим, ДЕ5. Ну, бьем, допустим, в эту сторону. Ну, и как бы белые не били, здесь черные могут достичь ничьей. Например, так-так. Ну, и белые здесь выиграть не могут. Черные затем займут поле А5. Затем сыграют АБ6 и достигнут ничьей. Вторая атака в этой позиции после хода ФЕ7 связана с разменом на поле Ж5. Ну, здесь тоже черным надо играть довольно-таки осторожно. Единственный ход БА5. И белые играют Ж6. Черные нападают. Белые размениваются. Кажется, что черные выигрывают шашку. Ну, на самом деле белые ее отыграют. Играем ФЕ3. Ну, и на нападение играем ФЕ5 и отыгрываем шашку. Ну, и здесь черным лучше всего форсировать ничью таким образом. Играем АЖ3 и затем ЖФ2. Ну, и здесь единственный ход на атаку белым – это поставить дамку на поле Ф8. И самая простая ничья за черных – это отойти, допустим, на поле А3. Ну, и как бы белые не били, если бьют на поле С5, тогда ставим дамку на поле Е1. И затем следующим ходом подрываем пункт С3, бьем две шашки и занимаем большую дорогу. Если же в этой позиции белые бьют на поле Д6, тогда снова занимаем поле Е1. Ну, белые здесь могут уже схитрить, сыграть ДЕ5. То есть, видите, такие ходы уже здесь ничего не дадут. Здесь белые будут выигрывать. Ну, тогда выжидаем ходом АБ6. Ну, и, допустим, на ход АЖ7, а другого нет. Тогда уже проводим вот такой ударчик. То есть, отдаем одну шашку, затем вторую, третью и бьем две шашки. И, видите, партия заканчивается ничьей. Будь дамка белых на поле Д8, они бы заняли пункт А5 и затем поймали дамку черных. Но здесь только ничья. Третья атака в этой позиции за белых, связанных с ходом БА3. Тогда черная играя ТФЖ5. Ну, и, видите, эту позицию мы уже рассматривали. И только приходит черный. Помните, играли ЕФ6. А здесь ход белых. Когда белые играют СБ4, черные нападают. И белые закрываются ходом ДЦ3. У черных единственный ход СД6. Белые играют ДЕ5. Ну, и кажется, что белые здесь выигрывают. То есть, закрываться же нельзя. Это будет проигрыш. Но черные здесь делают снова неожиданную присоску ходом АЖ3. И белым остается бить только одну шашку на поле, то есть С7. Остальные взятия проигрывают. Здесь уже черным надо быть осторожными. Взятие на поле Б2 проигрывает. Потому что белые попадают в дамки. Черные вынуждены бить. И белые бьют. Ну, и здесь все быстро заканчивается. Допустим, СД2 напали. Надо ставить дамку. И дамка черных тут же ловится ходом СД2. Белые легко побеждают. Поэтому в этой позиции черным надо бить все-таки дамкой на поле Е1. Ну, и здесь, возможно, следующее продолжение. Как было в партии Маркович-Миротин в 1938 году. Белые ставят дамку на Б8. Черные играют Е6. Белые играют СД6. И черные играют Ж4. Белые хотят провести вторую дамку. Но черные снова здесь сделают так называемую присоску, уже знакомую нам. Ну, и как бы белые здесь не били, здесь все заканчивается ничьей. Например, побили сюда. Черные играют АБ6. Побили сюда. Черные бьют две шашки. И белые форсируют ничью вот таким образом. Отдают две шашки. Затем забирают две. И партия заканчивается ничьей. Ну, и последний план в этой позиции за белых связан с ходом Fe5. Тогда черные делают двойной размен назад. Так называемый удар по затылку. Ну, и здесь возможно следующее продолжение. Fe3, Hg7. Gf4, Gs6. Белые снова занимают центр полностью. И черным для уравнения надо только размениваться. Снова с помощью двойного размена. Кажется, что у белых выигрыш. Но на самом деле это не так. После хода dE5 играем Fe7. Точный ход. Остальное проигрывает. Ну, и после хода dE3 точно играем на поле А5. То есть, строим колоночку. Допустим, дальше возможно Ef4, Ab6. Fg5. Меняемся назад. Белая игра Gs6. Черная Ef6. Ну, и здесь все заканчивается ничьей. Например, cd4, dE7. dc5. Ну, и здесь проще всего откинуть белых жертвой назад. Ходом Ab4. И сыграть Ed6. Ну, и белые, и черные успевают пройти в дамки. Белые здесь выиграть не могут. Можете проверить самостоятельно. Летом 1242 года орденские братья прислали в Новгород послов с поклоном. Если зашли мечом в Псков, Водь, Лугу, Латыгалу, и мы все то отступаем. А если взяли в плен людей ваших, то давайте теми людьми разменяемся. Мы ваших отпустим, а вы наших отпустите. И Псковский плен отпустим. Новгородцы согласились с этими условиями. И мир был заключен. Друзья, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте, друзья, воевать только на шахматной доске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!